У нас здесь был дождик, поэтому немного постапокалиптично, но, пожалуй, постапокалипсис хватает и без этого. Мы приехали сюда с моей сестрой 26 февраля по работе, и тогда в Таиланде было 37 зараженных, даже меньше может быть, и это не представляло какой-то для иностранцев, по крайней мере, никто не думал об этом какой-то большой опасности. Все думали, что здесь все под контролем, но, в принципе, так оно и оказалось. Пока что здесь все хорошо. В Таиланде введен комендантский час, если ты выйдешь позже 10 вечера и до 4 утра из дома, тогда ты будешь платить штраф 40 тысяч бат, это 80 тысяч рублей, или сядешь в тюрьму на год или два, не знаю, я не выхожу. Сейчас в Таиланде 1200 зараженных, но они все лечатся, и прирост в день вообще небольшой. В Бангкоке говорят почти прям все прекрасно, и так или иначе, все здесь максимально прям соблюдают меру предосторожности. Так вышло, что мы, как и тысячи российских туристов из регионов сейчас, не можем вернуться домой, потому что если у тебя нет прописки, в том городе, в который ты приезжаешь, тебя не берут на борт. А жителям маленьких регионов, типа Алтайского края, Томска, да много кому говорят, ждите, ждите, ждите. А чего ждать, мы не знаем. Если ты допустил ошибку в одной из форм, в одной из анкет, когда подавал свое заявление на материальную помощь, на госуслугах или на портале НИД, я уже не знаю, где там что-то подавал. Собственно говоря, если ты допустил ошибку в одной из этих форм, тогда тебе ничего не выплачивается. И сейчас по этой причине не выплачивается вообще ничего огромному количеству людей здесь. Выплаты получают единицы. Многие обращаются к главам своих регионов. Собственно говоря, так сделали и мы. И сейчас ждем скорейшей помощи, но вроде дело сдвинулось с места, я надеюсь. И все будет хорошо. И вот мы собрали здесь информацию о том, что здесь есть 25 барнаульцев, в числе которых один дедушка, ему 89 лет, есть детки, люди здесь с семьями. Сейчас, я надеюсь, по опыту Томска тоже скоро вернемся в свой регион, отсидим обсервацию, самоизоляцию, все что угодно, лишь бы уже попасть домой. Потому что пора, уже домой.